Пока вы все подключитесь, сегодня мы будем говорить о преподавателях, которые проявляют определенную креативность для того, чтобы помогать своим ученикам не бросать школу и продолжать учебу. Я жду вас. Как всегда, этот цикл организован в Библиотеке иностранной литературой, с франкотекой, франкотек сейчас будет вам помогать в течение всего занятия. Пожалуйста, посмотрите документ, те, кто смотрит, особенно в записи, у вас вообще ничего не ограничено во времени, откройте, пожалуйста, документ, с документом будет удобнее всегда работать, и статью. Если у вас возможность есть распечатать, то почему нет, можно распечатать, потому что всегда удобнее работать так. Курс у нас этот был объявлен на две недели, то есть 10 занятий, и мы чуть позже вам скажем, там определенные у нас есть процедуры, будем ли мы продолжать это вместе, потому что не одна школа французского языка это организует, не только франкотека, у нас еще есть библиотека иностранной литературы. Так что, пожалуйста, очень важна ваша обратная связь, особенно те, кто смотрит в записи, потому что мы вас сейчас не можем прям так прямо увлечь. Пишите свои комментарии, отзывы в разделе на страницах нашей школы французского языка и франкотеки, вот, и мы уже будем, наверное, ну, думаю, что в пятницу мы уже будем знать, продолжится ли этот цикл у нас на следующей неделе. Вот, то есть будем ждать вашей информации тоже. Скажите, пожалуйста, нашли ли вы документ, удалось ли вам, может быть, его прочесть уже. Всегда, как я уже говорила, приятно что-то посмотреть, почитать, потом это еще услышать, понять, что это уже знакомо. Меньше стресса, вообще стресс не должен у нас присутствовать в изучении ничего, не только иностранного языка, ничего, потому что всегда должно быть приятно, весело, и гордость должна быть определенной за себя, что вы сейчас занимаетесь и развиваетесь как-то, знаете, новое. Нас уже 60, я смотрю, но только две минутки назад я начала, сейчас еще подождем. Пожалуйста, пишите, если вдруг непонятно что-то по статьям, во время вот этого урока я буду задавать все вопросы, и вы пишите ответы, я на них буду отвечать попозже, если что-то непонятно. Первый раз я буду читать статью медленно, чтобы вы с познакомились, особенно те, кто ее не видели, вы смотрите на статью и следите за тем, как я читаю. Это прекрасное упражнение для того, чтобы вообще сопоставлять вот эту вот звуковую версию с текстом, если проблемы у вас с пониманием со слух, то это будет здорово. Потом я разбираю лексику. Лексика у нас есть по вирусу, ее здесь совсем мало, потом лексика по теме. В данном контексте мы соединим теперь и образование, чуть-чуть процессы различные, и то, что у нас уже было, социальные сети, развитие. Вот тут у нас сейчас будет канал YouTube. Мы с вами уже о Facebook говорили два раза. Сегодня у нас будет канал YouTube с вами. И учительница, которая на этом канале YouTube. Картон. Картон, да значит, просто большой успех она имеет. Дальше будет лексика по статье, как она организованность. В этой вообще статье ничего нового нет, но все равно я повторю, потому что они все у нас присутствуют на всех уроках подряд. То есть, может быть, что-то было пропущено. А так я вам советую посмотреть предыдущие все семь видео. Они у нас есть на канале YouTube, она страница здесь, во встрече, в обсуждениях. Далее я прочту и переведу, чтобы общая картина создалась, поскольку все равно нет возможности прям все-все-все в нашу лексику уместить. Потом я обращаюсь к грамматике, объясняю какие-то правила. Не только к грамматике, там мне разные моменты какие-то нравятся. Я вам объясняю, чуть-чуть даю примеры и еще дополнительно что-то немножко рассказываю. И в конце в самом вы отдыхаете и слушаете то, как я читаю, уже чуть-чуть побыстрее. И желательно, чтобы в этот момент вы осознавали, какая разница произошла в восприятии этой статьи в начале, вот между началом и концом. То есть, в принципе, уже вы должны какие-то конструкции узнавать, и хочется, чтобы у вас возникло такое впечатление, что вот здорово. Теперь я эту статью понимаю, сколько много интересных слов. И, конечно же, пишите о том, как вообще меняется восприятие статей, потому что статьи, казалось бы, разные, но все равно слова повторяются. Я даже поделюсь с вами такой теорией, она, в принципе, общая, известная, если этим интересоваться, что во многих языках самые популярные слова вы учите, тысячу примерно, и вы уже можете 90% всего текстов на слух, если вы их на слух тоже выучили, воспринимать правильно. А вот остальные 10% — это уже какие-то другие категории, более конкретные, там, техника, биология, медицина, кулинария и так далее. А вот самые употребительные, если вы возьмете тысячу, вы уже все будете понимать. И вот мы, мне кажется, к этой тысяче самых популярных слов сейчас приближаемся, потому что что это? Это социальные сети, это интернет, это креативность, это карантин и так далее. То есть, мне кажется, мы с вами скоро вот эту заветную тысячу французского языка усвоим. Так что все, что вы не слышали, вы будете понимать на 90%. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. И начинаем. Я читаю, нас уже более 80. Болтал, 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 вытянула. Все, можно уже начинать работу. Читаю медленно, вы смотрите. И тоже читаете со мной, но не вслух. Обращайте внимание на то, как я читаю, какие-то слова, может быть, интересные, то, как вы не знали, например, что-то произносится, тоже обратите внимание. Бон, аккейли, société, Coronavirus en Бреттанни, même pendant les vacances, la maîtresse part on live и картонн sur YouTube. Контануте педагоги, в конце toute стеклама, Луитрей, Аниль и Вилен, Марисолен Летоке, ферла класс, виртуэль, в ту-петтиле, даже в градусах, и в кафе, прождаем 18. Паври 20. а 8.05. Мисс à jour le 15 avril 2020 à 8h05 7 commentaires, 2400 partages Une institutrice bretonne fait chaque jour à 15h la classe virtuelle aux tout-petits en direct sur YouTube Pendant une heure, elle passe derrière les caméras et propose des cantines des ateliers et des histoires aux enfants de 2 à 5 ans Sa chaîne, la maîtresse par un live remporte un franc succès pendant le confinement et compte déjà plus de 22 000 abonnés Le rituel est désormais bien rodé Tous les jours de la semaine, à 15h à l'exception du mercredi Marie-Solène Le Toque passe derrière la caméra pour faire la classe virtuelle en direct aux tout-petits Et cela cartonne puisque sa chaîne YouTube La maîtresse par un live mise en ligne pendant le confinement affiche déjà plus de 22 000 abonnés et ses vidéos plus de 400 000 vues Enseignante de petite section dans une école à l'huîtresse à la frontière de l'île de Vilaine et de la Mayenne La jeune maman n'était pas théoriquement tenue d'assurer la continuité pédagogique à ses 26 élèves de maternelle Mais le besoin de garder le lien avec eux a été le plus fort Voilà comment l'institutrice Breton s'est retrouvée sur une idée de son mari à faire classe sur YouTube Il a fallu tout d'abord rabatrier plein de matériel de son école pour reconstituer un décor de classe dans une pièce de sa maison Trois caméras ont également été installées avec son mari producteur Manette et une équipe technique pour les aider Et le 23 mars, la maîtresse a démarré son show sur les réseaux Les débuts ont été un peu difficiles, reconnaît-elle Je n'étais pas à l'aise devant la caméra Mais à force de revoir les vidéos, j'ai réussi J'ai réussi à corriger mes erreurs et je me suis prise au jeu Des comptines, des histoires, des petits rituels Pendant une heure, la maîtresse fait donc classe en ligne dans une version condensée d'une journée classique Je divise le cours en quatre temps fort avec les rituels comme la date et la météo Un atelier, une lecture d'histoire et une comptine Détail-tel Comme dans sa vraie classe, elle propose aussi des thèmes comme le carnaval, Pâques, les couleurs ou les émotions aux enfants qui se trouvent derrière l'écran N'hésitant pas à donner de sa personne en se déguisant Et voilà en tweet Delphine Banco Il n'y a pas que les soignants qui font formidable dans la crise que nous vivons Mais aussi les enseignants qui font preuve de créativité pour continuer à apprendre à leurs élèves Via Confinement oblige les idées ingénieuses des profs pour leurs élèves En cette période de confinement Certains profs ont raconté à 20 minutes leurs initiatives très créatives pour ne pas perdre le contact 20 minutes Voir les autres tweets de Delphine Banco Pas question en revanche d'évoquer le coronavirus J'ai juste parlé des microbes de la manière de bien se laver les mains Dans la première vidéo Indique la maîtresse Mais je n'évoque pas les virus C'est trop anxiogène pour des tout-petits Ils en entendent déjà parler Assez parler Ils ont besoin de souffler pendant une heure Le défi de tenir dans sa longueur À mesure que son auditoire s'élargit Marie Solène doit aussi désormais tenir le défi de tenir dans la longueur Le retour en classe des tout-petits n'étant pas prévu Avant au moins le 11 mai Il va me falloir de l'aide et avoir des idées d'autres enseignants Souligne l'institutrice bretonne Qui ne compte pas 16 heures chaque jour pour préparer son cours Mais à son retour en classe Nul doute que ses élèves seront fiers D'avoir comme maîtresse une star de YouTube Et voilà Bon, dites-moi s'il vous plaît Est-ce que ça va ? Est-ce que vous trouvez l'article intéressant ? Напишите, пожалуйста, на сколько процентов Vous понимаете всё, что в статье есть Mного интересных слов Но мне приятен тот факт, что там много слов Вот прям очень много слов Которые мы с вами уже Только в контексте вот этой серии выучили Так что Те, кто смотрит и даже не знал вообще Ни одного слова, которое я объясняю На прошлой неделе, когда первое занятие было Если вдруг этот человек посмотрел все наши видео То, мне кажется, сейчас уже должно быть Всё очень понятно К сожалению, немножко тут торможение такое происходит Я уверена, что вы что-то пишете, но я этого ничего не вижу Прочту потом Напишите, пожалуйста, интересная статья Первый вопрос или нет А вторая, на сколько процентов вы понимаете Сейчас мы с вами переходим к разбору именно лексики Как всегда, я буду её и произносить, и объяснять И мы будем тренироваться с вами Хорошо всё это артикулировать Что это тоже очень полезно И будет у вас возможность дома Времени чуть побольше Вы прям берёте эту статью Берёте пробку, берёте карандаш И много раз туда-сюда её читаете Ну, туда не надо Или сюда, надо в одну сторону, в общем Вы читаете её много-много раз Тоже какие-то слова, если вдруг непонятны То переслушайте И потом без пробки Увидите, как у вас тоже улучшается акцент и дикция On y va Le vocabulaire du virus Le vocabulaire du virus Le confinement Le confinement Это у нас карантин Странно, я не могу запомнить слово на русском языке То есть мне всё хочется сказать заточение Ну, да, это заточение Но наш контекст это карантин Это, наверное, очень популярное слово Но я каждый раз, секунду думаю Как оно переводится Но, конечно, это не так Le coronavirus Le coronavirus Le coronavirus Coronavirus Évoquer le virus Это упоминать что-то Évoquer Évoquer le virus Упоминать, в данном случае, virus Он y va ensuite Le vocabulaire du sujet La continuité pedagogique Это непрерывность вот этой педагогической То есть она Она не хотела делать паузу Продолжать учебный процесс Enseignante Там une enseignante У меня тут ошибочка Нужно артикль на женский род Как упоминать Une enseignante Это Это Общее значение для человека Который Общее слово для человека Который преподает То есть и преподаватель И учитель младших классов Это будет человек Который enseigne Преподает Потому что у нас в русском Есть учитель Это в основном для школы Преподаватель Это в основном для вуза А вот это Человек, который преподает Он даже может быть вообще В другом, мне кажется Даже организация Работает Не учителем Не профессором В французском Профессор Который предмет какой-то ведет А именно Любую дисциплину Может преподавать Enseignante Или enseignant Мужской род Дальше La petite section У меня сегодня Недостаток Мне кажется E Пропадают Petite Там E на конце Вы, кстати, смотрите Что я пишу И внимательно Свою Будем Мою И вашу Разрабатывать Потому что все Делается достаточно быстро Это каждый Каждый день У нас Времени у меня Мало Я пишу Достаточно быстро И то, что я пропускаю Это плохо Но нормально В данных условиях Прошу прощения Я исправлю документ Потом перезакончаете Но вы сами для себя Отмечаете И внимательно смотрите Что я делаю И сравниваете Тоже со статьей К всему прям слепо Нельзя доверять Что если так написано Значит в статье ошибка Некоторые так не доверяют У меня есть такие ученики Которые говорят У вас так А в статье не так Это, наверное, какая-то ошибка Допускаю ошибок Я чаще Чаще я допускаю их Чем где-то В статьях, например Которые мы берем Так что Вот здесь Небольшое исключение В данной статье Я вам сейчас покажу А так, в принципе Я Грешу тем, что Делаю опечатки Вот тут у вас И на конце И это у нас Вообще Обычно детки С трех лет Идут Аликоль матернелла И вот это называется Петит сексюн Вот у нас как есть Тоже Старшая группа Младшая группа Даже в саду Вот это младшая группа Дальше Делать виртуальный класс Опять мы встречаем с вами Англицизм Анлайв Андирект Оба выражения у нас использованы Означают одно и то же Одно английское Другое Французское Дерриер Ла камера За камерой Ла континна Пенни читается Обратите внимание Это считалочка Аннатолье Это Это такой урок Где надо что-то делать Например Что-то Слепить Или что-то Например Вырезать У нас в языке Тоже бывает Антолье В классах Это когда Например Делают проектную работу Диалог вместе построить По какой-то Определенной ситуации И например Антолье Может быть даже Сделать какую-то фотографию В ней Подпись в инстаграме На французском Вот сделать Это Антолье В книжках Например У нас на французском Так что Что-то такое Более практичное Связанное с темой Ла шен Это канал Обратите внимание Как пишете Не забудьте Это циркумфлекс То что есть еще Несколько слов Которые при цепочках Будет писаться Точно так же Только без этого знака Принести вот такой Честный успех В данном случае Это увеличение То есть такой Прямо Очевидный успех Большой успех Анабоне Это подписчик Лу ритуэль Эббиен роде Ритуал Ритуал Стал отшлифованным Хорошо отшлифованным Сильно отшлифованным То есть Уже налаженным Картоне Это иметь успех Картоне То есть Сакартон Значит это имеет успех Партиран лайв То есть Уходит в интернет Уходит в директы Даже нет Не в директы Наверное Прямые трансляции Прямые трансляции Дальше Гарды людьям Сохранять связь Сюр ютуб Мне предлог Здесь опять важен Чтобы мы не забывали Что в интернете Фейсбуке И так далее Это будет все предлог Сюр На французском Анпродуктер Монет Это я тут Что-то странное связала Анпродуктер Это тот Кто действительно Видео занимается Продюсером А у Монет Это значит Что он Там за рычагами Стоит То есть Он всем управляет И плюс Еще есть команда Техническая За рычагом Наверное Мы так говорим По-русски Пультом управления Может быть Ну прям Не пульт управления То есть Он всем руководит Мошью Дальше Я вошла в игру Вот так Дословно Я взялась За игру Мы с вами Видели Это глагол Вчера Я думаю То есть Какого-то Именно Какого-то персонажа Применить К себе Не просто Переодеться А именно Взять Какой-то костюм Дальше Пакиссио Это очень интересное Выражение Пакиссио Потому что Мы в русском говорим Да не вопрос Правильно Это значит Что конечно У меня была такая ситуация Что у меня друг Что-то попросил Я ему говорю Пакиссио Он как-то странно Среагировал Это было давно уже И вроде даже Обидится И ушел А у меня не было Времени с ним разговаривать Я говорю Пакиссио Ну вот в общем То есть Я конечно же тебе помогу А оказалось Что у них Пакиссио Переводится как И речи быть не может То есть Вот Это Вот такие вещи Нужно прям знать Потому что Ну тебе говорят Что-то И ты реагируешь Вот особенно Если ты в России находишься И твой знакомый Француз тоже в России находится У тебя ментализит немножко То есть Это же Такие клише Которые в голове уже задержались И ты даже не можешь реализовать В каком-то языке На каком-то языке говоришь Вот он тебя просит Пакиссио Все конечно же сделано А тут оказывается Пакиссио Речи быть не может О чем ты мне вообще просишь Так что Ensuite Глагол Демаре Это вообще Чаще Например Начинать какое-то действие Машина может Демаре То есть Трогаться Или компьютер Можно Демаре Перезагрузить Чтобы он дальше Опять начал работать Здесь они Демаре Вот проект Например Метро Онлайн Это Тоже опубликовать Ну то есть Опубликовать Чтобы в интернете Это появилось Сайт появился Вот мы его Миза Онлайн Запустили Онлайн Наверное Есть какое-то Более красивое выражение Чтобы Метро Онлайн Напишите Как можно было бы Красивее Сайт Когда его Дело Опускают Что это за действие В общем Я вам читаю Вы произносите La continuité Pedagogique Посмотрите Как тут Все Красивенько La continuité Pedagogique La continuité Pedagogique Une Enseignante Это девушка Une Enseignante И мужчина En Enseignant А рот Оставляйте Открытым En Enseignant La Petite Section La Petite Section Faire La Classe Virtuelle Faire La Classe Virtuelle En Direct En Direct En Live En Live Derrière Derrière Camera Derrière La Camera La Contine Мы Savoе La Contine Anatolier 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 La Chene La Chene Ramporté En Fren Succé Достаточно сложная фраза, если у вас с носовыми еще какие-то проблемы, посмотрите наш вебинар про носовые на сайте. Ramporté un franc succès, еще раз, remporté un franc succès, дальше, anaboné, 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 ensuite, le rituel est bien rodé, le rituel est bien rodé, le rituel est bien rodé, cartonner, cartonner, partir en live, garder le lien, garder le lien sur YouTube, un producteur aux manettes, un producteur aux manettes, un producteur aux Je me suis prise au jeu, je me suis prise au jeu, je me suis prise au jeu, en se déguisant, en se déguisant, pas question, pas question, démarrer, démarrer, mettre en ligne, mettre en ligne, mettre en ligne ce sédénème. Et voilà, le vocabulaire de l'article, tout ce qu'on avait déjà, on l'a vu, c'est facile, le vocabulaire de l'article, Le vocabulaire de l'article, l'accueil, 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 первая страничка, la société, la société, la société, это rubrique en общество, mettre en ligne, mettre en ligne, mettre en ligne, Le jour, опубликовать, обновить, обновить, pardon, février, опубликовать, partager, поделиться, le partage, если все, кто меня видит и слышит, Когда будет слово произноситься, ж, будут произносить его как ж и не оглушать, я буду самой счастливой на свете. Le partage, не оглушайте никогда. Дальше, les commentaires, les commentaires, комментарии, и voilà. Читаю еще раз статью, скорее перевожу еще раз статью, все, теперь целиком, и вы уже картинку общую себе создадите. Первая страничка, существует рубрика «Общество. Коронавирус. Британия». Британия, там, один из департаментов Франции, вверху находится. Даже во время каникул учительница ушла в прямые трансляции и имеет огромный успех в Ютьюбе. Непрерывность педагогическая. Преподавательница, учительница, младших учеников, вот этих самых маленьких, там, от трех лет. В Луитре-Анвене, Аниле-Эвилене, это вот этот город, Марису Лен-Люту-Кю, это ее так зовут, делает виртуальные классы самым маленьким во время карантина. Опубликовано 15 апреля 2020 года, то есть сегодня в 8 утра. Смотрите, как произносится «витах саньки». Минуты не произносим, просто «витах саньки». Семь комментариев и аж целых 2400 человек поделился. То есть, смотрите, только сегодня опубликовали, уже так это интересно. Зайдите мне на канал, мне кажется, и мы с вами что-то там новенькое увидим. Институтрис, это учительница младших классов. То есть, вот у вас есть мэтресса, а институтрис, это прям для совсем малюсеньких. И даже есть вот, когда учишься, то есть хочешь стать кем-то, учительным, я имею в виду, то вот эта вот институтрис, это у нее есть право именно с дошкольниками работать. Бретон из Британии. Британская, только не та британская, которая в Англии, а наша, французская. Каждый день в 15 часов, то есть вот она скоро начнет, виртуальный класс с самым маленьким, прямой трансляцией на Ютюбе. В течение часа она проводит позади камер, то есть и предлагает различные континные считалочки, вот такие вот маленькие ателье, практические работы, истории маленьким детям от двух до пяти. Ее канал, который называется «Учительница ушла в директ», ушла в прямые трансляции, приносит огромный успех, такой настоящий успех во время карантина и насчитывает уже более 200, более 22 тысяч подписчиков. Ритуал с тех пор уже хорошо налажен. Все дни, недели, 15 часов, за исключением среды, Марису Лен-Лютюкю проводит за камерой, чтобы сделать свой виртуальный класс в прямом эфире самым маленьким. И это имеет большой успех, потому что, поскольку ее канал Ютюб, учительница уходит в прямые трансляции, которые опубликовали в течение карантина, уже афиширует, то есть показывает более 22 тысяч подписчиков, а ее видео более 400 тысяч просмотров. Преподавательница вот этих маленьких детишек в школе, которые находятся на границе Лиле, Эвилен и Дуля-Майяна, и молодая мама не была теоретически должна, вот эта трансляция должна, то есть ей была обязана осуществлять, а сюрре — это как делать уверенность, в данном случае осуществлять вот эту педагогическую непрерывность, то есть ей, она, в принципе, не была обязана это все делать. И для своих 26 учеников младшая школа. Младшая школа в французском — это как наш садик, с 3 до 6 лет приблизительно. Но нужда сохранить связи с ними, с учениками, была сильнее, была самая сильная, то есть ей так хотелось, хоть и не должна, и вот она все это организовала. И вот как учительница из Британии оказалась по идее своего мужа делать уроки в YouTube. Некрасивая фраза, чтобы вы не терялись именно в конструкции. Смысл понятен, это самое важное. Стоило сначала, нужно было сначала все вот как бы перенести в полно материала вот этого всего из школы, чтобы воссоздать декор класса в комнате дома. Три камеры были также установлены со своим мужем, который является продюсером, кто именно видео делает за рычагами, и еще техническая команда, которая им помогает. И 23 марта учительница запустила Демарей свое шоу в сетях. Начало были сложные немного, когда опять, я вчера говорила, когда немного, значит, сложные были действительно, признается она. Я не была абсолютно комфортно чувствовать себя, то есть она не была, она не чувствовала себя комфортно перед камерой. Но, а форс, я думаю, что в данном случае, как переводится, наблюдая, в общем, за видео своё, она пересматривала своё видео, она, ей удалось, и тут, смотрите, глагол «реюсир» требует управления «а плюс инфинитив», то есть удаваться делать что-то. «Же реюси а корреже мезеррер». Ей удалось исправить то, что не так было. «Эррер» — это ошибочка. «Я вступила в игру». Всё, поехала. «Де континь, дезистуар, депти ритуэль». «Считаночки, истории и маленькие ритуалы». В течение часа учительница таким образом делает класс онлайн в своей версии сокращенной, насыщенной, сжатой нормального дня классического. То есть всё, чтобы она делала в один день, она вот в час. Я разделяю мой урок в четыре главных этапа времени с ритуалами, такими, как всегда, то есть то, что проходит. Дата и погода. Какое-то практическое задание, чтение истории и считалочка. Детайтель, как бы по деталям она рассказывает, даёт какие-то конкретные вещи. Детайель. Дальше. Как в настоящем классе она предлагает также темы, как, например, карнавал, пасха, цвета, эмоции детям, которые находятся за экраном, позади экрана, и также она не сомневается, чтобы, например, переодеться в кого-то. То есть она пытается свои уроки делать более живыми, персональными, ещё в кого-то переодевается. Твитт читаем. Не только, помните, вот эта конструкция «но кю», а тут «ин я па кю» не имеется только дословно. То есть не только наши врачи, те люди, которые работают в больницах, которые делают невероятные вещи, форни-даблю, во время этого кризиса, который мы переживаем, «ме уси лизонсеньо», но также и преподаватели, и учителя, и учителя маленьких классов, то есть вот это всё общее слово, которые доказывают, и мы с вами видели в первых двух, по-моему, видео, первые и вторые новости, которые доказывают, что они суперкреативны, чтобы продолжить в таких условиях обучать, учить наших детей, то есть своих учеников. ВИА тоже мы это видели через ван минут. И ниже, «конфинмо оближ», забываю это слово, карантин обязывает идеи, такие вот предпринимательские идеи, изобретательные предпредаватели для их учеников. И следующее, «en cette période de confinement», в этот период карантина, некоторые преподаватели рассказали 20 минутам об их инициативах, очень креативных, чтобы не терять контакт. И увидеть другие твиты до дельфин ванку. И последнее, «pa question rouge», но зато речь никогда не идёт, то есть даже не идёт вопроса о том, чтобы упоминать о коронавирусе. Я им только рассказала о микробах и о том, что нужно хорошо мыть руки, в первом видео указывает учительница. Но я никогда не говорю, я не упоминаю вирус, это очень анксиожен, это то, что провоцирует тревогу для детей, для особенно маленьких. Они и так об этом достаточно слышат. Сейчас я эту конструкцию «ils n'ontent déjà assez parler», я вам сейчас эту конструкцию расскажу. И они имеют нужду в том, чтобы дословно подышать в течение часа, то есть чтобы передохнуть от этой всей информации. Наверное, они слышат родителей по телевизору и так далее. То есть вот в этот час, когда она с ними занимается, об этом они слышат, они должны передохнуть, вздохнуть. Людэфи, наше любимое слово уже, то есть этот челлендж такой, испытание, теперь для неё, её главная задача, это чтобы это всё продолжилось, то есть держаться в длине, в продолжительности. с той степени, что аудитория с эляржи расширяется, растёт, Мария Солена теперь должна с этих пор отдавать себе отчёт, вот у неё теперь такая сложность возникла, что она должна держаться как можно дольше, потому что возвращение в класс самых маленьких не был и не предвидится по меньшей мере до 11 мая. «Мне нужна будет помощь», «Иль-Мва-Мюль-Фалюар», «Мне нужна будет помощь» и иметь идеи от других преподавателей, то есть «Мне нужна будет помощь и идеи других преподавателей», подчёркивает это преподавательница младших классов из Британии, которая не считает часы каждый день, чтобы приготовить свою уроку, то есть у неё очень много на это времени уходит, она не считает аж часы, то есть смысла нет, она прям всё своё время этому отдаёт. Но по возвращению в класс никто не сомневается, не уйдут, что её ученики будут горды иметь в качестве преподавательницы суперзвезду из Гипчуга. «Дит-ну, а, си-пупле, эс-кё, вы забыли иметь артиклю «Эс-кё, тут и клэр?» Скажите, пожалуйста, как вы находитесь в статью, всё ли вам понятно? Вижу уже некоторые, некоторые своих друзей даже, которые смотрят, но почему-то комментариев я не вижу. Вы пишите, потому что если «деvant la caméra» чувствую «солитера» и «сёль». Прямо одна себя чувствую, никаких комментариев нет, кажется, что меня никто не слушает. И вообще надеюсь, что я прочту много комментариев, потому что сейчас я вообще ничего не вижу, как будто ничего не происходит. Тогда я перехожу к грамматике и буду вам объяснять. Ну, вот, в общем, «мем» много разных значений имеет. В данном случае «и даже». «И мем» «пендан ле конфиненон». Прошу вас создать какие-то другие предложения с тем, чтобы вы запомнили. Например, «je suis en bonne forme», «je fais du sport» «e même» «je commence à suivre un cours en ligne». То есть, я себя чувствую хорошо, я в хорошей форме, занимаюсь спортом и даже начала какой-то, например, новый курс спортивный онлайн. То есть, какие-то свои, то, что вас касается, где бы вы это «e même» могли употребить. Дальше, «à l'exception de «the исключения». Теорiquement, мне все нравится на речи. Я в первых, во втором уроке об этом говорила. И вот мы их как-то редко употребляем. Теоретически, «theoriquement», «également». Ну, красивые слова. Употребляйте как можно больше. «être tenu de faire», быть обязанным делать что-то. «se vous trouver sur une idée à faire quelque chose». То есть, найтись, оказаться в том положении, по идее кого-то. Ну, это странная вот я такой. Это именно какая-то статья «пенданная». Я уже заговариваюсь. Именно к этой статье это относится. Разумеется, в словаре вы где-то такое длинное выражение нашли. Но здесь оно нам подходит, и вы себе можете, например, в какой-то ситуации оказались, благодаря чьей-то идее, и можете себе предложение написать, чтобы у вас было. Дальше у вас идут такие вот небольшие коннекторы «рюжейка». То есть, французы очень любят, когда они говорят, употреблять, как-то членить свою речь и употреблять вот такие коннекторы называть. То есть, нас несет паровоз, и мы не останавливаемся в основном. А у них во-первых, во-вторых, сначала, таким образом, вследствие чего, к тому же. Вот я так по-русски не говорю. Они говорят. И вот меня это всегда удивляет, но я стараюсь на них быть немножко похожей. И вот мои друзья тоже, в принципе, редко так говорят, особенно, когда мы между собой говорим. А мои французские друзья даже со мной говорят, между собой говорят. они это употребляют. Да, это совершенно что-то нормальное. То есть, нам надо в этом контексте немножко поменять металлитет, чтобы мы могли передохнуть, поставить точку «донки» и так далее. Вот какие-то такие вот моменты просветить и где бы мы могли это вставить. Потому что это, в принципе, помогает нам даже сконцентрироваться очень часто. Дальше. Очень интересный глагол, поскольку мы всегда его путаем. А почему мы путаем? Потому что в русском «помогать кому-то», а во французском «aider quelqu'un». «a faire quelque chose». Тут прям вам нужно, честно, если вы с этим никогда не сталкивались или не обращали внимания, и вам сейчас кажется, что «aider quelqu'un» это немножко странно, что там нет предлога, то прям 10 тысяч примеров. напишите, напишите, «j'aide ma mère a cuisiné», «j'aide mon père a jardiné», «j'aide mon frère a faire son travail a domicile». То есть, что угодно, напишите много примеров, потом повторите. «a force de», то есть, под воздействием каких-то фактов, не фактов, а факторов. Что-то происходит, «a force de», в зависимости от контекста, можете в Твиттере ввести, и то увидите разные-разные примеры. Нравится мне пример, глагол, опять же, «удаваться, сделать что-то». «J'ai réussi à chanter». «J'ai réussi à apprendre le français». Можно просто какую-то вещь, например, я слышала, что кто-то супер пирог сделал, он говорит «J'ai réussi ma tarte pomme». Я сегодня такой классный пирог с яблоками сделала. «J'ai réussi ma tarte pomme». Еще глагол, который нужно запомнить со своим правлением, «hésité a», мы его уже видели. «Hésité a faire quelque chose». «Anne revanche зато». Это когда вот что-то ушло, например, или про какой-то элемент говорили, и ему противоставляется другой, чаще позитивный. «Anne revanche», зато, бла-бла-бла. Дальше. «Je me parle du parler» это вот про то, что я ему говорила, что уточню, потому что, во-первых, помните, я ему говорила про то, что если у вас есть глаголы, восприятие, видеть, смотреть, слышать и так далее, то дальше идет просто инфинитив. Например, «Я слышу, как какая-то собака лает у меня…» Я даже знаю, какая собака, то есть лает у меня там «je entend un chien a boyeir». То есть в русском это будет «я слышу, как какая-то собака лает у меня на эстинственной площадке», а во французском это будет «je entend un chien a boyeir». «je entend un chien a boyeir». Это к нам из латыни пришло. И вот тут, когда вы слышали о чем-то, ну, не знаете, просто кто-то говорил, «je entendue parler», просто «je entendue parler». А потом можно сказать о чем? «je entendue parler du virus», «je entendue parler de cette personne», «je entendue parler de la pandémie». Все. И здесь у вас «o чем-то о вирусе неодушевленной» заменили на «a» и поставили этот глагол. То есть «je entendue parler». И вот я вам это развернула, что это «a». Это «je entendue parler du virus». И вот. Надеюсь, что понятно. Скажите, понятно вам это «je entendue parler». Встречали вы его, не встречали? Ensuite, «avoir besoin de souffler», то есть немножко передохнуть. Дословно как бы вздохнуть, но то есть, нет, мы так можем сказать, например, «я больше не могу работать», мне вот нужна пауза. Вот пауза, это значит «je besoin de souffler un peu». «A mesure que» со временем, постепенно, мы с вами видели уже выражение «a fur et à mesure». Там тоже эта часть есть. «Désormé» очень красиво, с тех пор, с тех пор. «Dotre s'enseignant», encore une fois, вот я вам говорила про «dotre», про то, что перед прилагательным во множественном числе, которое предшествует еще существительному, мы ставим «de», а не «de», и так как здесь глаз начинается еще и «apostre d'otre», вот мы его еще раз встречаем. «Nûle ne doute que», это я вам говорила про то, что у нас есть отрицание с вами, мы видели с вами, легкие самые. Есть, можно не только, например, сказать «je ne mange pas», это просто факт поотрицать, а можно сказать «je ne mange», «rien», например, то есть отрицание может быть еще какое-то, кроме «pa», другие частицы. Так вот, еще бывают такие отрицания, где подлежащая является вот эта отрицательная частица, например, «rien ne marche», «ничего не идет», «personne ne vient», «никто не приходит», «nûle ne doute», «никто не сомневается». И обратите внимание, что уже «pa» нет, нам это «pa» просто не нужно. Вот в этом уже, в этой части уже есть отрицание, так что две частицы «nûle ne», причем, когда мы говорим или в каком-то легком стиле пишем, мы эту «nûle», как в этой статье, можем опустить. «Nûle doute que». И еще одно сочетание, «быть гордым за что-то», «кем-то» или «делание что-то», например, это «être fier de quelqu'un», «être fier de quelque chose», «être fier de…» «келкон, de quelque chose», «de faire quelque chose». Voilà. «Je suis fier de parler français». «Je suis fier de vous», «par exemple». и так далее. То есть примерчик, «spéndažete». В принципе, все, давайте прочтем с вами и будете отдыхать. А я еще чуть-чуть прочитаю потом. «Même, à l'exception de, théoriquement, également, être tenu de faire quelque chose. Se retrouver sur une idée à faire quelque chose. Tout d'abord, «aider quelqu'un à faire quelque chose». «À force de faire», «j'ai réussi à corriger». «HESITER À FAIRE». «En REVENCHE». «JAMMAY ENTENDU PARLER». «J'AI ENTENDU PARLER DU VIRUS». «AVOR BESOON DE SOUFFLER». «AVOR BESOON DE SOUFFLER». «À MESURE QUE». «DÉSORMAY». «D'AUTRE ENSEIGNAN». «NUL NE DOUTE QUE». «ÊTRE FIER DE». «ÊTRE FIER DE. «ÊTRE FIER». «ÊTRE FIER DE» SOUFFLER, KAMO VO VO SÉTÉ?» «ÊTRE FIER DE. SOUFFLER?» «ÊTRE FIER DE. «ÊTRE FIER DE. ESPRE, WÊNES RONDE. «ÊTRE FIER » «ÊTRE FIER 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 FIER. NADÉES, SOUFFLER, NÉSAUTRE, NE ZTE, NÉSGA, TE RONDE SOUFFLER». чтобы я поплотнее как-то все это делала в общем отдыхаете слушайте и в конце взять напишите на сколько процентов теперь статья вам понятно после того как мы поработали не смотрите никуда действительно первое восприятие такое потом вы с ней еще поработать и вернете к ней он не ва стаил бродяйте и аккёлия социетей коронавирус в Бротанне мэмппендонные вакансы ла мэтрес паран-лайв и картон с ютюбе континуты педагогики инсэнер до петит секси он утре анни де вилэн марисолен дотопе фе лаклас виртуэль у туплети пендонный конфлинат публики лео 15 аврил 2020 автор 5 мис а экваж Caф Sайте commentaire 2 400 партаж уне institути титрит бронетон фей шаг 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 а конзер ла зазбурт у ла стюкле и о то-петит интерь ютюбе pendant 1h и павлэ line парі реле камерах и пропова особо бесконтинуты дэзет клей и дезя здесь гида хоритов и дезиджай о двух до сэнкен защэнные мэтрес паран-лайв имппопровенűз дээа пон спасет и компонне да пусть за 20 2 мил абонет и ла ритяель и бельзаем charities Каждый день в неделю, в 15 минут, в экземпляр, Мари-Солене Токеев, подходит на камеру для участия по-другому классу. И это картон, потому что сайта YouTube «Ла Митресе Паран Лайв», мисленный конкурент, уже более 22.000 подписчиков, и с видео более 400.000 подписчиков. В этом году в акценте в Митресе, в краю лиде Лайвене и Майяне, не было ни вне, не было ни вне, не было ни вне, а не было ни вне, но нужно удержать их в митресе. В этом году, вот как, устроили бредон, на самом деле, для участия, в этом году, в основном, Субтитры создавал DimaTorzok « La maîtresse fait donc classe en ligne dans une version condensée d'une journée classique. Je divise le cours en quatre temps forts, avec les rituels comme la date et la météo, un atelier, une lecture d'histoire et une continue, détaille-t-elle. » Comme dans sa version, comme dans sa vraie classe, elle propose aussi des thèmes comme le carnaval, Pâques, les couleurs ou les émotions aux enfants qui se trouvent derrière l'écran, n'hésitant pas à donner de sa personne en se déguisant. Delphine Banco en tweet. Il n'y a pas que les soignants qui sont formidables dans la crise que nous vivons, mais aussi les enseignants qui font preuve de créativité pour continuer à apprendre à leurs élèves. Confinement oblige les idées ingénieuses des professeurs pour leurs élèves. En cette période de confinement, certains profs ont raconté à 20 minutes leurs initiatives très créatives pour ne pas perdre le contact, voire les autres tweets de Delphine Banco. Pas question, en revanche, d'évoquer le coronavirus. J'ai juste parlé des microbes et de la manière de bien se lever les mains. Dans la première vidéo, on indique la maîtresse. Mais je n'évoque pas le virus, c'est trop anxiogène pour des tout-petits. Ils en entendent déjà assez parler. Ils ont besoin de souffler pendant une heure. Le défi de tenir dans la longueur. À mesure que son auditoire s'élargit, Marie-Solène doit aussi désormais tenir le défi de tenir dans la longueur. Le retour en classe des tout-petits n'étant pas prévu avant au moins le 11 mai, il va me falloir de l'aide et avoir des idées d'autres enseignants. Sous l'universitutrice Breton, qui ne compte pas ses heures chaque jour pour préparer son cours. Mais à son retour en classe, n'il doute que ses élèves seront fiers d'avoir comme maîtresse une star de YouTube. Ça, c'est long quand même. C'était long. D'une недостаточно статья, что tu achètes. Надо мне теперь souffler un peu. Dites-moi, s'il vous plaît, насколько понятнее. Я побыстрее чуть-чуть читала, но думаю, что те, кто будет даже смотреть после, всегда смогут меня остановить. Тем хорош и YouTube, и здесь лайбы, которые сохраняются. Так что ускорить меня невозможно. Остановить меня можно. Так что здесь я прочитала быстро. Все равно это возможность править. Напишите, пожалуйста, понравилось ли вам именно вот это быстрое чтение, потому что тоже, может, вы хотите, чтобы вам медленнее читала. В принципе, мне все равно. Ну, я и так, и так могу. Увидимся с вами завтра. Как обычно, если у вас есть желание, пройдите по голубой ссылке на канал YouTube La Médresse Parent Life и посмотрите на Солена. Расскажите завтра в комментариях нам. Благодарю Франкотеку, Библиотеку на стране литературы. И всем хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.